Александр Вилкул сегодня же побывал и на металлургическом комбинате «Запорожсталь». По его словам, как промышленник на крупнейшем металлургическом предприятии региона, он бывал десятки раз. Последний раз – 10 месяцев назад. Тогда строительство новой линии непрерывного травильного агрегата только начиналось. Сейчас близится к завершению. Поражает, конечно, динамика изменений. Например, цех, в котором мы находимся, это серьезнейшее инженерное сооружение, построен немногим больше, чем за год. Динамика очень серьезная, инвестиции очень большие. Инвестиции у строительства непрерывного травильного агрегата – 730 миллионов гривен. Эффект экономический и экологический одновременно. Благодаря современным технологиям первый цех холодной прокатки полностью прекратит сбросы в Днепр. На 83% снизятся выбросы паров серной кислоты. В то же время улучшится качество и повысится конкурентноспособность запорожсталевского проката. Еще один объект, где побывал Александр Вилкул – реконструкция доменной печи номер 4. После ее завершения запорожсталь выйдет на новый производственный рекорд. Ежегодное производство чугуна вырастет на 1 миллион тонн. При этом общие выбросы комбината по пыли снизятся на полторы тысячи тонн. Очень важно, что такой гигант, как запорожсталь, не просто стоит на месте, а модернизируется. В комбинат вкладываются серьезные инвестиции. Причем не только в производственную составляющую, но и в экологическую составляющую, что является очень важным для наших промышленных регионов. Темпы выполнения работ по реконструкции и модернизации строительства новых объектов будут сохранены. Об этом заявил генеральный директор металлургического комбината «Запорожсталь» Ростислав Шурма. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, вы видите, что мы полным ходом продолжаем нашу инвестиционную программу. Комбинат работает стабильно, и это наша важнейшая задача. Это ответственность нас, обеспечить людям стабильную выплату заработной платы и развитие комбината теми темпами, которые вы видите здесь, на примере этого проекта.